Здравия желаю! Это шестая часть серии о парке Патриот и выставке Рособоронэкспо. Международный военно-технический форум «Армия» к настоящему времени стал главной площадкой для первого показа новейших разработок в области вооружения и военной техники. На «Армии» впервые публично показывают более полусотни различных образцов, как уже известных, так и анонсированных накануне открытия форума. Эти разработки представляют практически все основные сектора оборонной промышленности. В области авиационной техники впервые демонстрируются новые и модернизированные изделия разных классов, представляющие небольшой интерес для общественности и для потенциальных заказчиков. Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация, вертолеты России и другие предприятия представляют весь спектр современных образцов. Улан-Уденский авиационный завод впервые показывает опытный, модернизированный вертолет К-226Т. Впервые в практике завода вся конструкторская документация по проекту выполнена в электронном виде. С таким подходом была разработана новая конструкция фюзеляжа, обновлены основные системы. Группа «Кронштадт» представляет БПЛА вертолетного типа БВС ВТ-450. Машина массой 450 кг с продолжительностью полета до 6 часов способна нести различную нагрузку. Ее предлагается использовать для наблюдения, разведки и мониторинга, а также для сбора проб, потушения пожаров. Вместе с модернизированным вертолетом К-52М впервые публично показали легкую многоцелевую управляемую ракету «Лмур» изделие 305-Э от КБ «Машиностроение». 105-килограммовое изделие несет боевую часть массой 25 кг и может лететь на 14,5 км. Наведение, комбинированное с инерциальной и телевизионной системами, предусматривает контроль с вертолета-носителя. В будущем ракеты 305-Э могут войти в боекомплект отечественных вертолетов разных типов. Промышленности и армии сохраняют интерес к тематике сухопутных машин различного назначения, что видно по статической и динамической экспозиции. Демонстрируются как вариантом модернизации существующей техники, так и совершенно новые образцы с большим будущим. «Уран-9» предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевысковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. В его состав входят два робота разведки и огневой поддержки, тягач для их транспортировки и подвижный пункт управления. Вооружение роботов разведки и огневой поддержки включает 30-мм автоматическую пушку 2А-72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет противотанковой управляемой ракетой «Атака». Состав вооружения может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Роботы оснащены системой предупреждения о лазерном облучении и оборудовании для обнаружения, распознавания и сопровождения целей. Новым примером модернизации наличной техники стала опытная БМП-3 с боевым отделением «Бережок». Такой вариант объединения уже известных компонентов демонстрируют впервые. Предполагается, что модернизация боевой машины пехоты при помощи «Бережка» позволит оптимизировать технические боевые характеристики. При этом Тульское КБ приборостроение продолжает поиск вариантов улучшения БМП-3 за счет замены башни и вооружения. Сразу несколько полноценных новинок показывает военно-промышленная компания. Наибольший интерес представляет многоцелевая бронированная плавающая машина. Это современный броневик, представляющий собой дальнейшее развитие идеи семей «Тигр» и «Атлет». Фактически он рассматривается в качестве современной версии устаревших БРДМ. Броневик может решать те же задачи и лишён их характерных недостатков. ВПК продолжает развивать уже известный проект «Стрела» Базовые и плавающие варианты этого бронеавтомобиля деремонстрировались ранее. Кроме того, упоминалась возможность создания унифицированного, не военного, а автомобиля. Зенитный комплекс «Панцирь-СА» создан специально для действий в арктических условиях на базе двухзвенного гусеничного снегоболотохода «Витязь» и способен действовать в широком диапазоне температур окружающей среды на арктическом бездорожье. Ранее сообщалось, что арктическая версия комплекса не имеет пушечного вооружения из-за угроз замерзания смазки. На вооружении «Панциря-СА» стоят зенитные ракеты. Испытательные ракетные стрельбы арктического варианта ЗРПК «Панцирь-СА» прошли на острове «Земля Александра» архипелага «Земля Франца Иосифа» в Арктике. Наиболее интересные новинки в области грузовых автомобилей представил завод «Урал». Так, на выставке демонстрируется новое шасси «Урал-432-067-71» не оснащенная кабиной или целевой нагрузкой. По желанию заказчика, это изделие может комплектоваться различными надстройками, в том числе военного назначения. Еще одна любопытная разработка – макетный образец изделия «Урал-66» или «Проект-80» на шасси «Урал-432-06». Это полноприводной грузовик с платформой, способный перевозить или буксировать различную нагрузку. Концерн ВКО «Алма-Сантей» привез на армию несколько уже известных образцов, в том числе представленных в последнее время, а также ряд новинок разного рода. К примеру, показан боевой модель ЗРК «Сосна» как самостоятельно, так и на разных шасси. Вариант исполнения комплекса на шасси «БТР-82А» демонстрируется впервые. Бронированный медицинский автомобиль «Тигр» является специальной разработкой специалистов военно-промышленной компании. Идея создания медицинской машины на базе «Тигра» родилась еще в 2009 году, после крушения «Невского экспресса». Тогда погибли 28 человек, а многие из них можно было спасти, но обычные санитарные машины не смогли тогда подъехать к месту крушения поезда ближе, чем на 1,5 км из-за условий местности. В стандартном варианте «БМА» «Тигр» может транспортировать до 4 лежащих или до 4 сидящих раненых. Бронированный медицинский автомобиль «Тигр» предназначен для розыска, сбора и эвакуации раненых с поля боя из очагов массовых поражений и техногенных катастроф, включая те, которые находятся на территории военных конфликтов или местах в непосредственной близости от горящих складов боеприпасов или других взрывоопасных веществ. Оказание первой врачебной помощи по неотложным показаниям в процессе транспортировки. Машина с бригадой врачей может применяться в качестве медпункта или подвижной перевязочной. В экипаж «БМА» могут входить водитель, санитар, врач или фельдшер, еще один медицинский работник. Удобство размещения раненых и работы медицинского персонала обеспечено благодаря установке на базовое шасси «Тигра» нового бронированного корпуса с увеличенным до 10,3 кубических метра забронированным объемом. Полезный забронированный объем составляет 7,7 кубических метра. Это позволило разместить лежащих раненых в два яруса и обеспечить к ним свободный доступ медперсоналу, сопровождающему раненых машине. Вновь свои разработки показывает предприятие «Рим Дизель», занимающейся линейкой «Тайфун». На базе существующего броневика создана боевая машина для спецподразделений К4386-3А-СПН. Она отличается наличием накладного бронирования и наличием защищенной турели с пулеметным и ракетным вооружением. На том же шасси выполнен грузовик К4386-АМН-Д. Он сохранил бронированный капот и получил однорядную кабину, за которой помещается бортовая грузовая платформа. Сохранена возможность парашютного десантирования. На форуме «Армия» рассказали, как дать вторую жизнь тысячам стареньких армейских тягачей МТ-ЛБ. Это сделал руководитель направления ООО ВПК Сергей Суворов. Если вкратце, то можно просто провести модернизацию отходившего свой ресурс шасси и получить проходимый снегоболотоход для народного хозяйства. И получится, например, ВПК МТ ЛУ-6039, переделанная версия удлиненной мотолыги. На ВПК МТ ЛУ-6039 поставили 310-сильный турбодизель, который обеспечивает максимальную по асфальту скорость в 50 км в час. Запас хода новинки около 800 км. Военная полиция получила в пользование экземпляр родстера «Крым», одетый в сине-белую ливрею ВАИ, военной автоинспекции. Автомобиль, построенный конструкторским бюро молодежи, показали на форме армии в кубинке. Родстер использует двигатель и детали автоваза и, как утверждается, может разгоняться с места до 100 км в час за 4,9 секунды и достигает 220 км в час. В будущем такие машины могут появиться и у ГИБДД. Такая возможность уже обсуждается. В движение заднеприводный родстер приводит 106-сильный двигатель ВАЗ-21127 объемом 1,6 литра, которым оснащается ладок Гранта. Серийное производство БТР-82 и БТР-82А налажено на Арзамасском машиностроительном заводе. В настоящее время на вооружении вооруженных сил России находится более 1200 единиц. Кроме того, БТР-82А эксплуатируется еще в вооруженных силах Республики Казахстан. БТР-82А – это глубокая модернизация советского бронетранспортера БТР-80. Форма, размеры и компоновка корпуса полностью соответствует советской боевой машине. Отделение управления расположено на массовой части бронетранспортера. Боевое отделение, в котором размещаются десантники в средней части, а моторно-трансмиссионный отсек находится в корме машины. Экипаж БТР-82А состоит из трех человек – механик водителя, наладчика и командира машины. В десантный отсек могут вместиться 7 бойцов в полной экипировке с оружием. Десантирование бойцов происходит через двухстворчатую боковую дверь, как на БТР-80, верхняя створка которой открывается вперед и по ходу движения, и нижняя служит подножкой. Таким образом, десантники могут покидать бронетранспортер на ходу. Кроме того, еще два десантных люка расположены на крыше корпуса. Также в корпусе размещены многочисленные люки для удобного доступа к трансмиссии двигателя и лебедки. В машине установлен кондиционер. На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2А72 и пулемет ПКТМ. Штатное место наводчика переместилось из башни в корпус машины. Модуль оснащен двухполоскостным стабилизатором, что позволяет наводчику вести огонь во время движения машины. Кроме того, на БТР-82А установлен комбинированный круглосуточно стабилизированный прицел ТКН-4ГА, что дает возможность применять оружие боевого модуля как днем, так и ночью. Прицел оснащен каналом дистанционного подрыва боеприпасов. Боекомплект пушки составляет 300 снарядов. Боевая машина пехоты К-17 ВПК-78-29 на основе УБП «Бумеранг». Мунифицированная платформа шифра «Бумеранг» позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжелым вооружением и другие. Бронетранспортер на основе УБП «Бумеранг» предназначен для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы. Платформа может быть оснащена различными дистанционно управляемыми боевыми модулями в зависимости от типа машины. В качестве силового агрегата применен 4-х тактный двигатель УТД-32ТР с турбонадумом мощностью 510 л.с. в комплексе с гидромеханической трансмиссией и гидрообъемной передачей. Броневик «Горец-М» является глубокой модернизацией предыдущей машины с литерой К. Из-за этого он сохранил некоторые черты облика и предполагаемую роль в войсках. Так, разработка проекта велась в Московском институте спецтехники. В качестве основы для нового броневика используются серийные шасси КАМАЗ-435-2 с колесной формулой 4х4. Тип использованного двигателя влияет на некоторые характеристики. Так, отечественный двигатель расходит 25 литров топлива на 100 км в пути, тогда как импортный – 23 литра. В связи с этим запас хода машин достигает 1150-1250 км. Максимальная скорость в зависимости от двигателя находится в пределах 90-100 км в час. Экипаж и десант или груз располагаются внутри общего бронемодуля кабины, занимающего всю среднюю и кормовую часть шасси. При разработке бронемодуля для перевозки личного состава учитывались основные угрозы, возникающие в ходе современных вооруженных конфликтов. Применённое бронирование позволяет относить машину Горец М к классу М-РАП, поскольку она защищает как от пуль стрелкового оружия, так и от подрыва взрывных устройств. По имеющейся информации, броня и остекление машины соответствуют пятому классу защиты по стандарту ГОСТ-Р 509-63-96. Таким образом, люди и груз защищены от пуль промежуточных патронов 7,62 мм. Конструкция днища корпуса обеспечивает защиту от фугасов зарядом не менее 2 кг тротила.